здравствуйте дорогие друзья еще раз хочу поздравить всех с новым финансовым годом для тех кто жил в советском союзе кто знает эту жизнь это был праздник очень такой аполитичный веселый добрый поэтому он наверно таким всегда и останется но так как перегружать сегодня явно людей просто некрасиво я расскажу вам короткую майсу которую слушал урава булочника майсу о том как это не мать реальная история о том как никто уповающий на бога те кто верит бог то просто хочет что-то взял для бога никогда в накладе не будут иногда это проявляется прямо очень явно история была такая лос-анджелесы и шива в центре города очень красиво такое бойкое место напротив нее большой большой рекламный щит на этом щите вдруг в один из дней появляется ну скажем так не очень одетые женщины очевидно это была реклама какая-то там нижнего беляя еще что-то другое ну все прямо висит напротив окон неудобно там человек который молиться заходил в синагогу вишеля потому что ему удобно было он утром идет видит это все сильно недоволен берет телефон набирает номер компании говорит так и так вот место такое тогда я хочу его забрать они говорят ну мало ли что вы хотите забрать она уже продано на 30 дней и заплачено около 100 тысяч долларов вместо самой быкой большая реклама он говорит вы понимаете такая ситуация лучше я все понимаю я возмещаю все эти деньги компании там которая рекламирует предложить ему что это нельзя и так далее иначе я вынужден попадать в суд разбираться ну те не стали связываться деньги возвращают но им сто лет не надо они взяли у него деньги он заплатил компании но теперь компания говорит ну что будем рекламировать эти там 30 дней а у него нечего рекламировать вот подумал горит тут пишите просто каждый день вот там осталось двадцать девять дней осталось 28 не осталось 27 не просто сколько у него заплачено все такие сделки проходит не 10 в лос-анджелесе ажиотаж одна газета поместила что что-то знают что инопланетяне или машин или еще что-то но все как кошмар все больше и больше нагнетается ситуация за 10 дней до конца очевидно хозяева рекламной кампании все-таки пошли навстречу серьезному клиентам звонят ему представители кока-колы встретиться хотим встретились говорят вы извините так и так они ему заплатили 3 миллиона долларов за это место и через 30 дней когда собралась куча людей там всего когда сдернули там это покрывало оказалось там банки кока-колы пей тогда листом как уже использовала кока-кола рассказ не об этом человек заплатил 100 тысяч долларов казалось бы вот понятно что любому скажу он выкинул их на ветер их уже больше нету это для любого человека это очень большие деньги но человек это дело из точки зрения как бы того что как он понимает свои отношения с богом и на видно это было так внутри сильно что бог сразу среагировал и мы увидели чудо чудо не только было оно есть оно и будет и мы с вами живем в чудесах брахава от слаха всего самого лучшего не буду вас сегодня перегружать постараемся за оставшиеся дни пройти к книгу шмот брахава от слаха